День воскресный, день чудесный. Я спешу к вам с новым потрясающим жизненным выпуском. Ребята, я всегда стараюсь подбирать сюжеты так, чтобы они чем-то отличались от каждого предыдущего. Вам было с интересом смотреть каждый новый выпуск. И сегодня у меня как раз такая история. Сегодня мы познакомимся с жителем Дальнего Востока, который, проживая в родных краях, выстроил довольно-таки хороший малый бизнес, который приносил ему достойные деньги. В какой-то момент он принимает решение, что все, пора в жизни что-то менять и начать новый этап. Вместе со своей супругой и ребенком они переезжают в Москву. Но проделали путь они в 10 тысяч километров через всю страну на вот этом интересном автомобиле. Приехав в Москву, как и все начинают снимать жилье, но в голове всегда была мысль, что нужно купить что-то свое. И вот их покупка будет изюминкой этого выпуска. Поэтому присаживайтесь поудобнее, вас ждет душевный воскресный выпуск. Приятного просмотра, мы начинаем прямо сейчас. Всем привет, я Виктор, я герой этого сюжета, этого фильма. Вить, ну расскажи вот интересную историю. Ты жил на Дальнем Востоке, на сегодня тебе 31 год, у тебя есть жена и взрослая дочь 12 лет. Как правило, люди Москву не любят, особенно из регионов, за ее вот эту движуху, шум, гам, бесконечные пробки и все, что с этим связано. При этом ты, в принципе, попутешествовал по нашей стране, побывал в разных крупных городах, туристических городах. И отмечаешь то, что как раз-таки именно Москва тебя этим и подкупила. Расскажи вот эти подробности. Ну, получается, я как тебе говорил, что мы путешествовали в Крым, у нас там в Крыму родственники, в Сочи съездили. Ну, вообще, мы, в принципе, в прошлом году мы прям задались такой историей, что по путешествиям по всей России. И у нас вот был микроавтобус, тоже Хонда старенький. И мы прям через всю Россию, прям на ней до Москвы доехали. Ну, заехали в Барнаул, ну, просто посмотреть Россию. Потому что, ну, люди вот, которые говорят, да вот, типа в России некуда там слетать, там съездить. На самом деле, ну, в России очень много мест, очень красивых. И, в принципе, я вот был во Вьетнаме и, допустим, Крым или тот же Барнаул, там вот эта дорога, как я не помню, уже называют, самая знаменитая, самая красивая. И это, ну, с ней даже не сравнится никак. Ну, вот. А по поводу Москвы, ну, у меня цель была еще четыре года назад. Я как раз познакомился с нынешней женой. И я хотел один вообще улететь. То есть здесь уже двинуться. Здесь потому что возможностей больше, больше заработок. Соответственно, в принципе, как и по всей России. Если даже уехать километров 200 отсюда, уже, это уже не Москва. Ну, там я, получается, занимался арендой, арендой машин. В принципе, меня все устраивало, у нас своя там недвижимость была. Суд заработок, в принципе, хороший. В армию сходил, отслужил, ну, чтобы с родителями жить, надо что-то делать там. И поехал покорять столицу Амурской области в 19 лет. И все, и там остался жить. У тебя, получается, там бизнес издаешь автомобили? Не, изначально же я, у меня же денег-то нет. Не, я помню, я к тому, что дома, к моменту переезда. Вот ты с этих машин вообще в целом за своей там деятельностью сколько в месяц зарабатывал? Знаешь, у меня, ну, я тебе писал, там у меня, опять же, в ипотеку я залазил. То есть я там поднимал потихоньку, купил ипотеку, через три года ее продал, там на миллион у меня получилась прибыль. Потом я взял другую ипотеку. Опять же, я продал через два года, миллион у меня вышел. Я закупился вот машин. Ну, знаешь, там машины я покупал и по 200 тысяч. То есть там люди не заморачиваются, над чем ездить. То есть если здесь Яндекс, например, вот если говорить про такси, здесь нужна машина, там минимум, там Kia Rio какая-нибудь, да, там 15-17 года, чтобы она проходная была. Там 2001 года можно купить, и ты будешь, ну, ездить, сдавать там по 6 тысяч в неделю, к примеру. Здесь, да, здесь прибыль больше с одной машины. Ну, по сути, разницы я даже особо не почувствовал. Здесь меньшим количеством, но деньги те же, а там наоборот больше. Ну, итого, просто для понимания, 100 тысяч рублей в месяц, 50. Где-то около 200 у меня выходил в месяц. Слушай, ну, мне кажется, для дальнего доступа, это хороший доход, нет? Ну, без разницы, я вот сделал вывод, без разницы, что я живу здесь, что я живу там. Именно по ценам одинаково нет особой разницы. Здесь вот услуги дорогие, прям вообще дорогие. Кого-то вызвать специалиста, у меня там с газом что-то случилось. Я просто приехал человек, там, газовщик, за выезд 4 рубля у меня просто взял. Ну, и за ремонт 4. Хотя особо там ничего не делал. Так как я человек, ну, знаю, что я могу там что-то сам сделать. Я уже потом не вызывал никого. Сам сделал. Народ голосует рублем, рубль учат очень быстро. Ну, все равно хотелось чего-то большего, как вот у человека, да. Он всегда к чему-то стремится, там, развивается и так далее. Ну, и, соответственно, мы дождались того момента, когда моя отслужила уже 10 лет. Ей по закону можно переводиться в любую точку в России, куда она там захочет. Она хотела в Сочи поехать. Ну, я ее отговорил, поехали вот в Москву. Вот смотри, вы переезжаете в прошлом году. Начинаете сначала снимать квартиру как раз поближе к Внуково, чтобы ей удобно было ездить на работу. Снимаете двушку за 70 тысяч рублей. Правильно? Да. Ну, не кисло. Ну, вообще не кисло. И при этом супруга у тебя работает. Ты, в силу того, что твой таксичный бизнес, бизнес по аренде машин все продал, верно? Да, получается, я там все продал и переехал сюда. Думаю, чем заниматься. То есть, опять же, ни у кого поспрашивают. Да, люди все равно мало ли что-то наговорят. И решил начать с другой темы. Решил купить манипулятора. Вот он мне обошелся там 3,5 миллиона. Ну, потому что, опять же, со слуха все люди там занимаются. Можно поднять, так сказать, денег. В итоге я его покупаю. Я даже один всего лишь заказ на него выпал. Он мне начал сыпаться, он начал ломаться. Я его с горем пополам на, ну, 500 тысяч минус продаю. В итоге я за 3 миллиона продал. Ну, думаю, что заниматься все равно, как бы, деньги нужны. На одной зарплате так не проживешь. Ну, давай покупать машины, пробовать себе. В том, чем я занимался раньше. Ну, потому что я всю жизнь занимался машиной. Где-то что-то продавал, где-то там обменивал. Там даже ремонтировал, красил. Потом вот арендой занялся. Ну, здесь покупал вот машины такого бюджетного класса Kia Rio. Ну, самые ходовые. Потому что сдаются они как бы быстро. Свой, так сказать, клиент на них есть. Ну, вот я купил, получается, 6 машин на вот эти все деньги. Ну, и пошло-пошло-поехало. А мысль-то была какая? Ну, понятно, деньги, понятно дело, там, заработок туда-сюда. Но мысль-то была, что надо купить дом. Я только как купил машины, все это пошло дело. А в процессе я ищу дом. Ну, то есть, смотри, и нахожу вот этот дом. Ну, давай начнем с интересного. За твоей спиной домик, который не простой. А можно сказать, доходный дом ты купил. Что на нашем канале встречается впервые. Пойдем, пожалуйста, тебе на территорию. Расскажешь, какая там у тебя площадь. Что дом из себя представляет. За сколько ты его купил. И все вот эти детали. А я прекрасно понимаю, что воскресные выпуски с акцентом на недвижимость вам действительно нравятся. И многие из вас хотели бы видеть их чаще. А многие хотели бы видеть их глубже по информации. Разбор недвижки, рынка в целом. Но, к сожалению, я их делаю раз в неделю. Поэтому всем, кому тема недвижимости интересна, спешу вам сообщить, что буквально в соседнем доме у меня живет товарищ, который ведет канал Смарен про недвижку. Давайте о нем я расскажу подробнее. На канале есть ведущий Виктор, который с идеальной картинкой, хорошим звуком, на регулярной основе рассказывает все актуальные события на рынке жилой недвижимости. В том числе рассказывает, как меняется ситуация с инвест-проектами в жилую недвижимость. И можно ли сегодня получить с этого какую-то выгоду. И какую стратегию придерживаться в инвестициях в 2023 году. Делится со зрителями секретами и рассказывает о возможностях и рисках при покупке жилой недвижимости от застройщика. В том числе рассказывает в роликах про собственный опыт. И каждое воскресенье проводят прямые эфиры с обзорами на рынки недвижимости Москвы и Московской области. Подписавшись и просматривая канал Смарен про недвижку, вы узнаете гораздо больше новых объектов на рынке, о которых ранее даже и не слышали. Данная информация поможет вам определиться с выбором непосредственно покупки для себя. А также сразу услышите аналитику по объекту и его потенциале. А еще люди могут оказать вам услугу по доверительному управлению вашими объектами в долгосрочную аренду. Начните становиться финансово грамотными и финансово независимыми вместе с каналом Смаренд про недвижку. Ссылочка уже ждет вас в описании. Обязательно подпишитесь прямо сейчас, чтобы не потерять канал, ведь отписаться вы всегда успеете. Но информация действительно взрослая, полезная, будет над чем подумать. Приятного просмотра, а мы продолжаем. Слушай, ну расскажи, какая площадь у этого участка? Площадь участка 8 соток, площадь дома 255. А где мы находимся, чтобы людям было понятно? Мы находимся в Ленинский округ, это Пуговичино. Город Видное, находится 2 километра от нас. Тамкат где-то около 8-9 километров. Вот утром, если отсюда выезжать, допустим, люди, кто едут на работу, здесь какая картина? Пробок до хрена? Ну вот моя, допустим, добирается на работу, она вот работает сейчас во Внуково. Она встает рано, ну где-то, ну будем по-честному, да, в 5.30 она встает, в 6.00 она уезжает, чтобы к 8 туда доехать. Ну и, соответственно, пробки, не пробки, по МКАДу. Короче, чтобы все дело-то объехать. Надо пораньше встать, да, но она в Внуково, как бы, сколько там, 45 километров отсюда. Рассказывай, за сколько ты нашел этот дом? Когда ты сидел, лазил, ты 3 месяца катался тут по районам, выбирал себе домик, и тут выпадает вот этот вариант. По цене? 15.500. Ну мы просто договорились с бывшими хозяевами. Ну хорошо скинули. Вот что-то торговались, мы 3,5 миллиона за 12 мы его взяли. Офигеть. 15.500 хотим, за 12 отдадим, то есть ну минус 3,5. Да, у нас просто ситуация такая была с банком, у нас строго 12 миллионов нам давали, поэтому у нас выбора не было. Ну я просто сижу вечером, листаю объявления, и тут своей говорю, ну позвони, просто пообщайся, договорись, просто предложи, так сказать, авантюру, и все, она просто пишет, если за 12 готово отдать, то мы как бы его покупаем. Мы даже не смотрели его просто, просто по объявлению. Ну все, через час риэлтор, перезвание, собственник готов. А это получается какой месяц был покупки? Вообще месяц покупки 29 декабря. А, прям под новый год? Да, его чисто вот, нашли его вот в ноябре, приехали, посмотрели, нам все понравилось в принципе. Слушай, ну а вот вы приехали, посмотрели, ты говоришь, по объявлениям смотрел, с их стороны был риэлтор, а с вашей стороны кто-то проверял дом по документам, вообще в целом вы историю этого дома знаете? Ну, в целом историю мы понимаем, потому что, когда ты берешь дом в ипотеку, у тебя банк, ну, соответственно, вот эти залоги, запреты, то есть это сразу отнимается. То есть вы, короче, сами не проверяли, исключительно все делал, условно, за вас банк? Вообще, да. Получается, это у нас веранда, приезжают люди, паркуют свои автомобили, при необходимости можно выйти посидеть, есть вот такое гнездышко, на котором можно забалдеть. Ну, давай, рассказывай. Первая дверь открывается, и нас встречает предбанник, холл. Что это? Ну, и предбанник, холл, здесь у меня вещи, там, для машины всякие, такое барахло, здесь у меня самокаты, вот. Ну, чтобы здесь, получается, вторая дверь, это уже чисто подъезд, здесь тоже у нас уборная. Это у нас идут, получается, счетчики автомата на каждую студию, ну, группа безопасности, так сказать. А вот это, смотрите, ребята, получается, что-то типа, по-нашему, подъезда. Бывают подобные подъезды, там, в четырех-пятиэтажных домах, ну, вот, по такой планировке и сделан. То есть, слева-справа от нас идут те самые студии, какой площади они от и до, в среднем? 20-25 где-то. 20-25 квадратов. И здесь вы видите, пожалуйста, люди вставляют свои обувь и заходят домой. Ну, пойдем вниз, сходим с первым делом, потому что у тебя на цоколе расположена прачечная зона, ну, и плюс ко всему, там у тебя отдельное местечко для хранения вещей, потому что, когда вы же переезжали, у вас там вещей был целый контейнер, правильно? Ну, да. Вот, тебя тоже поснимает скрытая камера. Да, у нас на видеонаблюдение, так сказать, ведется. Ну, смотри, стиральные машинки, раковины. Вообще было, да, три машинки переделали под вот эту моечню, чтобы было удобнее там люди. Соответственно, человек пришел, постирал свои вещи и может их сушить, не знаю, там, в комнате, либо на улице. То есть, это уже, как в квартире, как в квартире у тебя. Ну, здесь у каждого в квартире стоят. Потолок невысокий, прям в притык, метр восемьдесят он примерно здесь высота, метр восемьдесят пять, да. Вот тут все вещички, вон, елочка новогодняя и так далее. Так, это получается у нас цоколь. Друзья, значит, поднимаемся теперь на второй этаж. Здесь мы вам для понимания покажем несколько студий, как они выглядят. Чтобы вы просто понимали, что он из себя представляет. То есть, отделка внутри подъезда, назову его так, чтобы понятно было. Ну, как в подъезде, то есть, если это как в офисное помещение вы пришли. Обратите внимание, вот на потолки, подвесные потолки, то есть, все максимально просто. Ну, потому что изначально дом делался, как, ну, мы уже сказали, продажа, либо доходный бизнес. Давай вот эту посмотрим, пятую студию, потому что там как раз она пока свободная. Вот это единственное получается. То есть, сюда можно зайти, посмотреть, как это все дело выглядит. Комната вот такая. Рабочая зона. Телевизор небольшой. Несколько окон, да. Диван, который можно разложить и завалиться. Вот такая сколько стоит в аренду? 18. Друзья, значит, смотрите. Да. Значит, смотрите, я у Вити сам спрашиваю. Тебе можешь хоть ссылку оставить, но в качестве благодарности. Говорит, да нет. Говорит, это как бы, ну, не с точки зрения там продать. Дом продается? Нет. Дом не продается. В аренду он и так найдет на эту комнату, потому что сюда, как правило, приезжают те, кто... Ну, кто работает постоянно, да. Типа переночевать. И кто вот поблизости, может, в области, да. Вот мне сейчас два дня назад звонил человек, говорит, я живу прямо, вот, мне надо работать возле Делокаменного шоссе. Это вот как ты заезжал сюда. Ну, что тут полтора километра ему там доехать. На велосипеде можно, или пешком. Я вам на самокате катаюсь. Так, ну, вот такая картина, получается, небольшая кухня, плитка, приготовление пищи и... Ну, это вообще одна из самых маленьких, да. Там остальные уже такие побольше. Все стандартно, душевая. Все, так сказать, по минимализму. А вот эти две студии, получается, уже твои, правильно? Одна дочка, то есть, условно, как комната, ну, тире отдельное уже полноценное жилье. Здесь вы с супругой проживаете, да? Ну, да, здесь уже, как бы, другой уровень. Здесь, так, она уже побольше, но, в первую очередь, знаешь, что бросается в глаза, что в первом помещении по планировке сделано так, что нету окон. Необычно, что здесь нет окна. А, здесь? Да. Ну, это как коридор, как кухня-гостиная, здесь все вместе, знаешь. Здесь зона моей. Ну, видишь, мы, получается, особо ни в чего не вкладывались, и никакие перепланировки ничего не делали. Купили там пару шкафов, чтобы куда-то вещи было складывать. Даже вот этот холодильник, это все было здесь. Ну, потому что мы заехали, мы все деньги, грубо говоря, отдали. Слушай, а покажи, как спальня выглядит. Здесь, вот, как однушка у нас маленькая. А, ну, вот спальня, это уже разговор, как бы, прям уже посвежее, поинтереснее, так. То есть, большая кровать, три окна, то есть, света достаточно. Собственно, сама по себе комната тоже, смотрите, ну, не маленькая. В силу того, что потолки еще высокие, да. То есть, тебе, можно сказать, полноценный кабинет, где можно, вон, сиди и работай, я не знаю, там, что хочешь, делай. Ну, и плюс у тебя еще телечек такой, не маленький, да? Ну, да. Это есть, я не знаю, это мы с дешим подиграем. Собой привезли, а, с собой? Ну, видите, как антеннеры. Кочует с собой. Ну, и вот, собственно, тот же самый туалет. Да. Зашел, душ принял и так далее. Жена работает 5-2 или как? Ну, она день-ночь, два дня отдыхает. Когда у жены выходной, то есть, чем занимаетесь, что делаете? Ездим по Москве, гуляем. Особенно летом сейчас, да, пока возможно. Особенно летом, да, когда сейчас народ уезжает. Сейчас свобода действий, куда хочешь туда ездить. А зимой? Пробок не так много. Зимой, ну, мы, получается, сюда в феврале заселились. Ну, также родственники приезжали, даже с Дальнего Востока приезжали. Мы все катали, мы приехали недавно, нам все интересно. Вить, ну, давайте сразу задам пару провокационных вопросов. Люди напишут, скажут, блин, ну, хрень, что-то здесь окна нет. Ну, потому что, знаешь, нестандартный подход к жилью. Твой ответ на все эти негативные комментарии, что это говно. Ну, типа, знаешь, это неудобно для жизни, да как это так? Тут, блин, везде вроде бы свой дом, а в тот же момент соседи есть, которые снимают. Ну, вот такие вещи. Что скажешь? Я скажу, что нас все устраивает в плане том, что здесь у нас даже не кухня. Ну, если посмотреть на эту студию, это просто как зона, знаешь, что-то здесь поставить, что-то взять, такое по мелочи. Вот, мы проживаем в этой комнате большую часть времени. Соответственно, кушаем мы в комнате ребенка. Но у нас тоже как кухонная зона, ее чистая комната. Вот, нас вообще ничего не напрягает от слова совсем. Гарантье. У тебя целая пачка с этими ключами. Вот давай еще такой вопрос сразу. Снизу четыре соседа, сверху два полноценных. Ну, не бывает такое, что в пятницу кто-то шумит, орет, музыку включает. Или у вас здесь условно правило из серии «не шумим, а то придет Дуэн Джонсон, блин». Да, с по шапке. Придет крепкий ирешик и взорвет всех нафиг. И дискотека закончится. Ну, слушай, тоже прикольно. И самое, что интересно, знаете, я так от себя скажу, что вот такой стиль жилья, как минимум, вашей дочери, он уже ее делает, условно, больше как бы постарше. Она уже, да, у нее своя отдельная зона. Родители рядом, но они за стенкой, то есть, как бы уже, грубо говоря, ну, своя маленькая взрослая жизнь начинается. Да, она хотела еще год назад уже отдельно жить от родителей. В одиннадцать. Класс, блин. Слышите, ну вот у юбика. Я ей говорю, давай, вот тебе есть полноценная квартира. Да, комната, зона для учебы ребенку. Ребенок сейчас я так вызываю в школе. Последний, а, в школе, да? Нет, она уехала до бабушки. А, она у бабушки, то есть каникулы уже начались. Вот, смотри, какой прикольный у нее лев. Посмотреть, друзья. Как лежит. Вот так лежит. Короче, все, есть для комфортной жизни. Вот ты лег, не знаю, там, телевизор, какие-то свои личные увлечения, шкаф. Ну, шикарно, что скажете, комиксы. Я так не жил, когда маленький был, я так скажу. У кого-то в детстве вообще комнаты свои не было. Некоторые люди жили там до 14 лет. Пишут, ребята, что до 14 лет жил с родителями в однокомнатной квартире, блин. Тоже, а здесь как бы вот отдельно у тебя все есть, поэтому тут смотря с чем сравнивать. На мой взгляд, вариант интересный. Ну, пойдем на улицу и продолжим по цифрам. Соответственно, я все машины, которые купил, переоформил. Там страховка как бы только 30 тысяч стоит. Все это начинает крутиться. Я нахожу этот дом, я давай машины продавать. Получается, бывшие собственники категорически отказывались. Ну, то есть, есть там, можно завышение делать, как бы, первоначально, чтобы не было. Ну, известная тема, да, мы можем ее не продолжать. Люди уже, вся страна знает, как бы, она, типа, ну... Ну, в общем, мы не сошлись, и надо было вот 20 процентов, 2400 отдать. А денег этих на руках уже не было? Денег не было. Я только машину купил, говорю, только пошло это дело, все. И мне пришлось машины продавать, ну, соответственно, дешевле, потому что деньги нужны были срочно. Все мы успели, получается, деньги все нашлись, все четко. И 29 декабря мы купили этот дом прямо вот перед Новым годом. Вот сейчас начинаются интересные детали. 12 миллионов вы договариваетесь покупать этот дом, то есть, сбили 3,5. Далее, первоначальный взнос у вас идет 20 процентов, и по-другому никак. Нужно обязательно найти 2 миллиона 400 тысяч рублей. При этом ты распродаешь все свои автомобили, но у этого дома есть своя изюминка в виде того, что это доходный дом. Ты берешь ипотеку на 18 лет, и платеж у тебя, получается, 110 тысяч рублей в месяц. Будь добр отдать. Откуда деньги перекрываются на платежи? Рассказывай. Получается, этот дом состоит из 8 студий. Ну, где-то какая-то больше, какая-то меньше. Ну, в среднем я сдаю где-то около 20-18, ну, самое маленькое 16. Ну, соответственно, умножаем, там, на 6 выходит около 100-110 тысяч в месяц. То есть, эта сумма перекрывает полностью мой платеж. Таким образом, проживая в этом доме в ипотеку, у тебя есть... Да, плюс мы, считай, живем вдвоем у дочери отдельная студия. То есть, со своей, так, душевой, с кухней, ну, и у нас, соответственно, отдельная. То есть, как-то так. Вот, то есть, выходим, получается, в ноль, платежи перекрывают люди, которые живут в аренду. Но у тебя еще есть расходы на отопление, электричество, условно, там, интернет. Ну, условно, 15 тысяч, там, зимой сейчас за газ вообще, в принципе, около 2 тысяч. Пока уже тепло, он, в принципе, особо не требуется. Зимой около 5-6 выходило, самое там, морозы. Ну, свет около 8. Ну, в среднем 15 тысяч с интернетом где-то выходит. Не было мысли с жителем сказать, типа, ребята, тут, короче, плюс 2 тысячи теперь будет за коммуналочку? Нет, я считаю здесь изюминка этого бизнеса, грубо говоря, будем считать, что это как бизнес, что мы заманиваем людей. Ну, не то, что заманиваем, а привлекаем ценой. Потому что здесь есть в округе тоже, кто занимается этим, но у них цена на порядок выше. Ну, 18 тысяч, я думаю, каждый человек может заработать. Даже зарплата 30 тысяч, ты 18 сможешь заработать, чтобы жить не в комнате, в общаге, да, там, ну, а в полноценной, там, студии со своими удобствами. Ну, то есть, смотри, получается так, что это прямая альтернатива квартире, когда человек не хочет жить в квартире, да, либо, если хочешь, но квартира стоит, там, 30-40 тысяч, а у тебя, там, 18, это вот твой предел, ты получаешь себе студию, у тебя есть возможность выйти на улицу, не знаю, позагорать летом, шашлык пожарить, еще что, даже после работы приехать, ну, что-то себе приготовить. Всегда есть парковочное место, с этим нет никаких проблем. Ну, самое главное, чтобы у тебя просто был только лишний транспорт. Да, я считаю, вот, еще плюс огромный людям, что кто здесь живет, это парковочные места, потому что даже вот просто у нас, вот, город видный, да, там, полтора километра здесь находится, заезжаешь в эти дворы, дворы эти узкие, вот эти муравейнички маленькие, и, соответственно, ты, ну, не проедешь, раз, мне кажется, и машину ты не поставишь уже в часов 10. Ну, про Москву я вообще молчу. А здесь люди в любое время нажали пультик, ворота открыли, спокойно заехали, возле забора, там, на 5, на 6 машин спокойно можно поставить. А если машины нету, то без автомобиля-то отсюда никак? Ну, без машины до остановки далековато, да, поэтому, когда мы, вот, людей там выставляем объявление, мы указываем, что нужна машина. И вот именно на этом этапе хочется высказать пару комментариев и вас пригласить написать ваше мнение в комментарии. Ну, смотрите, давайте по порядку. Первое. Цена и скидка 15500 и минус 3,5 миллиона, так запросто люди скидывают. Забегая наперед, этот дом продавался по цене и 25 миллионов, и 20 миллионов, то есть там цены называли заоблачные, сам факт того, что никто его не покупает, а он построен аж в 2015 году. Второй момент, исходя из этого, все-таки я считаю, я об этом Виктору сказал, что неплохо было бы перед покупкой заказать экспертизу профессиональную по дому, чтобы было понимание, какие у него есть минусы. Чем больше профессионалы вам покажут минусов, тем больше плюсов будет для вас. Вы уже будете понимать в ближайшей перспективе, что сколько будет стоить. Но Виктор отмечает за текущий период прожитого времени в этом доме у него претензий ноль. Это тоже важно, так как мы показывали уже неоднократно людей, которые покупают дома, не делают никаких экспертиз, и у них никаких вопросов нет. А бывает так, что люди покупают дома, а потом вопросы возникают. Это все индивидуально, тут уже думайте самостоятельно. Третье. С одной стороны, решение о покупке подобного дома очень спорное. С другой стороны, это реально тот самый особняк, тот самый доходный дом, как это было раньше по Москве, по центральной части. И на сегодняшний день можно пройтись и увидеть особняки, которые по такому же принципу были построены. Одна комната хозяина, остальные комнаты сдаются. Если начать сравнивать, кто откуда переезжает. Люди жили, да, вы видели ветхий условно дом родителей Виктора, потом он живет в съемных квартирах. И тут получается свое жилье, те же самые комнаты, все, что нужно есть, так здесь он еще и хозяин, так здесь он еще и денег получает. С этого дома при удачном сечении обстоятельств, если там не проживать, и две комнаты эти дополнительно сдавать, примерно 150 тысяч можно с него выжимать. Как быть? Там некоторые жильцы живут по три года, соответственно, они все знают. Если ему сделать скидку в 50%, не 20 тысяч он платит, а десятку, но он уже ответственный за весь дом, то есть ты уехал обратно домой на Дальний Восток, а тебе денежки приходят, и он тебе там еженедельно, фотоотчет, видеоотчет, опять же, камеры повсюду стоят. Ну, поймите правильно, ипотека каждый месяц идет, но он за нее по факту получается как бы не платит. Ему полностью все это прикрывается арендаторами. Это в принципе интересно. И людей локация, все устраивает. Поэтому здесь пишите ваше мнение, мне именно интересно почитать, к чему вы сможете придраться. Особенно те, кто постоянно все критикует. Это не то, это не так. По мне, вот, двухэтажный дом, пожалуйста, зашел, живешь, выбирай. Просто интересно послушать, что вы скажете по поводу выбора Виктора. Пойдем, проведешь по территории, покажешь. Смотри, 8 соток, здесь у тебя расположено парковочное место, твоя машина встает. Есть еще парковочные места. Друзья, обратите внимание, сейчас машин нет, потому что мы снимаем в будний день, люди уехали на работу. Но под этим навесом у каждого из жильцов, кто здесь на постоянке давно, им выделено уже по местам, да? То есть у каждого закреплена. За это берется какая-то, взымается плата или это... Не, ничего не взымается так. Бонус. По-дружески, так сказать. Я понял. Ну, пошли, покажешь, что тут... Все для вас, так сказать. Ты парень крепкий, смотрю, какая у тебя груша висит промеж деревьев, это твое или... Да, это я любительски тренируюсь. По газону можно, да, здесь ходить? Да, ходить. По травке. То есть, получается, смотри, у нас есть гамак, несколько лежаков, беседочка. В принципе, такая зеленая территория, и мы находимся, ну, можно сказать... Мы даже грядочки посадили там. Вот, в частном секторе на даче. Но при этом здесь расположен вот такой дом. Да, здесь были деревья, мы, считай, все поспилили. Вот здесь прям посередине. Даже если увидишь там бревнышко, вот здесь где-то жгли вот эти все ветки, костры. Ну, какие-то вывозили, даже вон дровишечки остались. Первый вопрос, который я тебе задал, в силу того, что у тебя, получается, 6 студий сдается, абсолютно все разные семьи, как они между собой здесь сладят? Например, выходной наступает, они выходят там, тут шашлык захотел пожарить, нет ли никаких? Да, никто ни с кем не ругается. Здесь все люди работают. С утра уехали, вечером приехали. Ну, как-то так. Они даже друг друга не видят. То есть все приехали. Там своими делами кто-то занят, кто-то своими. Вот так вот. Также, когда мы первый раз сюда приехали, вот здесь Владимир проживал, мы с ними организовали также шашлычки, чтобы познакомиться, потому что он здесь жил достаточно долго. Ну, соответственно, про все узнай, какие проблемы по дому могут быть и так далее, и тому подобное. Ну, и что он рассказал тебе? Ну, проблем его много достаточно было. Вот, получается, мы с водой уже решили вопрос. Здесь, получается, когда мы приехали, если включаешь один кран, если студия другая включает, то напор воды уменьшается. Не только напор, а еще и температура воды даже падает. Ну, то есть я сейчас поменял там какие-то радиаторы, полностью заменил сантехнику, поставил бойлер, ну, как положено, сделал, как оно должно быть. Просто предыдущие хозяева, они не вкидывали, они даже не думали, что они там что-то сдавать надолго будут. Быстренько сделали, чтобы продать. А я, соответственно, я же здесь тоже живу, и мне надо, чтобы все было четко, работало. Так, ну, смотри, первый вопрос с водой, который был, ты его решил. Раз. Что еще? Ну, сейчас водосток сделал, но пока вот эти трубы, они стоят, это времянка, потому что я отмазку еще буду делать по всему дому. Здесь видишь, ее вообще даже нету, соответственно, вся вода, которая здесь скапливается, она, ну, соответственно, неблагоприятна, там, на фундамент влияет. Плюс я купил снегозадержатели, тоже на крышу поставлю. Ну, пока, пока что все, в принципе, все работает. Все остальное? Да, я на что не жалуюсь, все устраивает. Я смотрю, у тебя газ есть, соответственно, зимой, когда минус 20-30, не холодно, никто не жалует, все нормально. Дом утеплен, он получается 5 сантиметров утеплителя, ну, это штукатурка, обшит он. Дом теплый, на самом деле. Он сделан из блоков, по-моему, 500-й марки. Ласточка, самая натуральная, надежная японская тачка, как скажут на Дальнем Востоке, зачем покупать Ладу, когда можно взять Хонду, настоящую, верно? Ну, это дом на колесах. Я любитель микроавтобусов. А расскажи мне вообще, это правда то, что на Дальнем Востоке отечественных автомобилей практически не встретишь? Да, на них никто не ездит. Они вообще там есть? Ну, есть, но никто на них не ездит. Опять же, у нас на механической коробке передач мало кто вообще ездит. То есть, люди сразу на КПП сдают, потому что, ну, в одно время просто всех разбаловали. Ну, японские машины, они практически все там на вариаторах, на автоматической коробке передач. Рассказывай, кто этот у нас? Так, ну, это Хондос, ты вагон 2001 года. Я ее купил тоже относительно недавно, вот как раз после дома. Поехал за ней в Ижевск, вот она мне обошлась, там 500 тысяч. До этого у меня было тоже Хондос ТВ вагон, ну, кузов постарее, на который мы проехали вот всю Россию и прямо вот до Москвы доехали. И сколько вы на ней вообще, так вот, когда она у тебя предыдущая машина была, с каким она пробегом была куплена, ну, хотя бы, что там было написано на доме. Там пробег скрученный, там уже там 350-400, вот, а ты проехал на ней тысяч, 10 тысяч, а, ну, вот оттуда до сюда. Покажи, как она выглядит по интерьеру, присаживайся за руль. 500 тысяч рублей, друзья, 2001 год, с правым. Она мне подкупила, что здесь газ есть, бортовой компьютер уже поставили, камеру переднего, заднего хода. А, то есть она на газу. на газу. Вообще огонь. Какой расход-то у него, вообще какой-то мизер, наверное. 300 рублей на 100 километров. Вот. И место сзади, посмотрите, сколько. Да, у меня тут бардачок немного. А мы недавно просто на рыбалку ездили. Поймали что-нибудь? Да, три леща. Нормальных или как? Или так? Ну да, с ладонью есть. Ну и что, комфортная тачка в целом? Да, вообще четкая. Когда говорят, что правый руль неудобный, там зашквар, ну знаешь, ты же в Москву переехал, здесь же мало кто ездит с правым рулем. Я езжу и направо, и налево, мне без разницы. То есть, видишь, эта машина, обзорность у нее, посмотри, зеркала, как там у джипа. То есть, и плюс передняя камера, это как на обгоне идешь. Не, неудобно, мне без разницы, левый, правый. Здесь, мне нравится посадка, высокая, ты сидишь, ты все видишь. По опциям, кондиционер есть, А что еще это тут, по сути? Я подозреваю, что больше здесь ничего и нет. Без разницы, да, особо. Я не привередлив. Ну вот, есть только электронные. Ну вот, допустим, раз, да, что-что, а с кнопочки у тебя все открывается, подъехал, такой, ну такая легкая фишечка. Быстро забегаешь, снимаешь, все. Короче, сколько человек помещает запрос, человек 8? Ну 6, там 3, 6, 7, 8 человек. 7 человек, 8 человек, Ну вот такая вот, ласточка. Поделись, пожалуйста, наблюдениями. Практически год ты проживаешь в Москве, и ты говоришь, что когда ты сюда переезжал, у тебя здесь особо там никаких друзей, родственников, хороших знакомых, толком нету, то есть ты приехал, можешь сказать, в чужой для тебя город, но он тебе понравился. Вот в процессе жизни, общения, работы, передвижения, как в целом, вот отзыв о Москве спустя год, понравилось, увидел какие-то минусы, которые прям сильно раздражают. Вот перечисли что-нибудь, расскажи. Ну давай начнем, как всегда, с хорошего, с плюсов. Ну, по мое мнение, Москва это самый красивый город, потому что мы ездили по паркам, и в Кузьминки, и вот недавно были, второй раз уже в парк Горького, потом в этом. Ну, много парков здесь, здесь очень много лесных зон, много зелени, прямо вот ты едешь, ну, это не сравнило, я же опять сравниваю со своим там, да, городом. У нас там деревья, все там отрубают, то есть ты едешь по дороге, у тебя нет зелени, а мне нравится, когда, когда природа. Поэтому, наверное, я переехал в дом, потому что я, ну, любитель природы. По поводу Москвы, ну, раздражают, конечно, пробки, тут без этого никак. касательно работы, вот люди едут в Москву за деньгами, здесь есть возможность заработать. На сегодняшний день, конкретно сегодня, как я понял, ипотека у вас полностью перекрывается арендой, то есть в этом плане вы выходите в ноль, у тебя работает супруга, суммарный доход, давай так грубо сразу озвучим, порядка 90 тысяч рублей, это ее доход, плюс надбавочный, там, аренда квартиру, да, она какую-то сдает у себя дома, то есть, друзья, 90 тысяч рублей зафиксировали, на эти деньги, собственно, вы живете, ты пока что временно не работаешь, правильно? Я же занимался машинами. На сегодняшний день, пусть автомашин продал, дохода нет. Нет. Вот давай поговорим о твоих мыслях и планах. Чем-то заниматься. Да. Июнь на дворе, самое время, не знаю, строительство, еще что-то, что умеешь, о чем думаешь? Когда я занимался арендой машин, опять же, я даже ездил, порой по объявлениям, но здесь ходовые объявления, это какие-то, да, курьер, там, потом работа на грузовиках, там, ну, понимаю, ну, так как я уже лет 8 ни на кого не работаю, и когда начинать опять с нуля и на какого-то дядю, ну, я не смогу. Я там неделю отработаю, все, я брошу это дело, потому что я привык все создавать сам, все делать сам, ну, и добиваться все сам. Вот. Сейчас есть мысль, да, по строительству. Конечно, у нас квартира еще есть, осталась, а она, опять же, военной ипотеке, я не смогу сейчас не продать ничего, пока моя там на пенсию там не выйдет, в общем, это всякий момент. Вообще, в планах, вот ты спрашивал у меня, я хочу построить здесь еще второй дом, ну, и так же его сдавать. на участке. года через два, и, наверное, приедешь, когда ко мне на второй раз. Ты уже будешь здесь зажиточный, не крестьянин, а как барин, феодал, со своими землями. Вообще, вот, конкретно сейчас, у меня, вот, тоже есть компаньон у меня, мы с ним случайно познакомились, вот, я у него купил, вот, генератор, вот этот, который, сзади тебя, и мы как-то с ним заобщались, ну, как же ты, там общение находишь, там знакомство, кто-то с кем-то общается, кто-то кому-то что-то устраивает, и все. А у него есть оборудование по производству пеноблоков. Соответственно, я ему предлагаю сделку 50 на 50, ну, это мы сейчас только начинаем это дело, но это находится в 100 километрах от Москвы, то есть мне вот так вот каждый день я буду мотаться в 100 километров. Я просто к чему хочу поставить вопрос, ну, вот, не закрадывается в голове мысль, что, а нахера она вообще была нужна вот эта вот идея? Закрадывалась переездом, да, когда ты жил бы дальше сейчас спокойно бы, продолжал бы вкладывать свои денежки бы, развивался бы, путешествовал, вон ты во Вьетнаме бывал, тебе там наверняка понравилось, вот, и все было бы хорошо, а здесь, ну, вроде бы ты в Москве, условно, опять же, ну, Московская область, понятное дело, там Москвы тут рукой подать, но это подать, это нужно сесть, доехать, машину запарковать, потом пойти погулять, потом обратно домой, а купить внутри Москвы, ну, дом ты, понятное дело, не купишь, в эти деньги, там, в 12 миллионов, но в лучшем случае, двушка, старик. Ну, опять же, и опять говорить, если про дом, мы хотели побольше зелени, побольше природы, в Москве можно купить, опять же, ну, для чего это надо, какая цель, ну, какую цель ты преследуешь, если у тебя там работа, ну, да, тебе может и надо в Москве жить, мне допустим, ну, сколько, 8 километров, что такое для Москвы 8 километров, кто живет, понимает, что это просто пыль, когда люди ездят по 50 километров, вот у меня был случай, просто машина сломалась, на севере Москвы, я два часа туда ехал, вот и все, когда я здесь до центра, на электричке 40 минут, на машине я еду полтора часа, на электричке 40 минут, на автоцентр, то есть, а так мне без разницы, закрадывались мысли, да, изначально, знаешь, все равно, когда ты переезжаешь на новое место, это все кажется дико, да, там это все красиво, ну, есть свои какие-то моменты, опять же, по поводу родственников, хочется, чтобы все были поближе, там, особенно, там, родители, да, пока они живы, ну, пока они живы, хочется, чтобы они были рядом, ну, бывают, там, закрадываются такие, там, грустные нотки, так сказать, а так я, ну, я не жалею, то есть, это мой, так сказать, новый этап в жизни, я его просто должен преодолевать, и не смотреть назад, когда ты смотришь назад, ты не двигаешься вперед. В качестве благодарности, Виктор попросил оставить ссылочку на его YouTube канал, канал, в принципе, пока что сильно не наполнен, но у него есть желание попробовать поснимать ролики, вполне возможно, кому-то будет интересно, он спросил у меня, дай совет, чтобы ты порекомендовал поснимать мне, я ему сказал, что в силу того, что это с Дальнего Востока, вот эти детали, когда ты рассказываешь про услуги, что у нас это здесь сильно дороже, там это дешевле, при этом я у него спросил, а сколько бы подобный дом с таким же участком стоил бы там, у тебя дома, там в Благовещенске, возле города, он сказал, да плюс-минус так же, правда это или нет, вот мне кажется, вот эти ролики, было бы интересно ему снимать, показывать, сравнение дело, потому что в любом случае, он и домой точно так же будет летать, ну и в том числе, в целом вести канал, о том, как человек с Дальнего Востока переезжает в Московскую область, и вот у него здесь уже доходный дом, уже есть пассивный доход, одно скажу, ипотеку побыстрее закрой, и все эти денежки, можно было бы хранить в кармане, поэтому ссылочку оставлю на него, кому интересно, пожалуйста, подписывайтесь, пишите ему комментарии, пусть снимает видео ответы вам. Пойдем поближе подойдем, смотри, вот ты приходишь, получается дом ты купил условно по объявлениям, но когда ты начал смотреть, вот такие различного рода вещи, ну вот здесь что-то подсыпается, как это, ты высчитывал по деньгам, вот тебе от мозга, ты в процессе общения сейчас говоришь, что ты уже пятихаточку в домик вложил, ну то есть там с водой вопросы решал, сколько по твоим ощущениям, по твоим подсчетам, нужно вложить денег в этот дом, территорию, чтобы довести ее, как говорится, дома, и делать ничего было не нужно. Нет, смотря что ты хочешь. А что ты хочешь, вот ты там расскажи. Ну от мозга, я думаю, там немного денег выйдет, тем более нанятие двух людей, посуточные, ну как они посуточные, песка завести, щебни и так далее. В целом, дом функционирует все как положено, подвал не текет, в принципе от мозга, это для себя, чтобы уже все было по качеству, ну плиточка, плиточка у меня там лежит возле забора, в планах просто выложить плиткой здесь все. А он какого года вообще постройки? Дом 15 года, то есть уже 8 лет будет ему. Ну то есть основная задача этого дома при постройке была как раз его перепродать, ты говоришь? Да, вообще изначально человек, изначально человек, который дом, ну кто хозяин этого дома, ну он бизнесмен по строительству, соответственно они, вот этот соседний даже дом, это сестра там с мужем, вот этот бывший хозяин выкупил у них вот этот дом, чтобы для продажи, соответственно, когда они это все делали, курс там был, ну, другой, минимальный, да, и соответственно они хотели продать его подороже, но так как ничего не получалось, они выставляли его там за 20-25 миллионов, потом решили сделать вот перепланировку, чтобы хотя бы какие-то, привлекательности, какие-то средства, чтобы отбивались, ну и все, а тут мы попались. Люди скажут, когда дом строит бизнесмен по строительству на продажу, он строит его из говна и палок на скорую руку, чтобы визуально он был красивый, а само техническое состояние хрень полная. Твое мнение по этому поводу? По моему мнению, я бы не сказал, что там прям говно какое-то, ну, средние какие-то материалы, ну, обычный дом, то есть там, понятно, когда ты для себя делаешь, ты там пытаешься вкладывать в каждую копейку и качественно делать, но опять же, когда ты сам строишь, опять же, так же деньги считаешь, как другой человек, то есть дом стоит в дому 8 лет, ничего с ним нету, сантехника вся работает, сантехника даже, ну, чтоб ты понимал, трубы, они все в полах идут, ничего нигде не текет, ну, я где смотрел, что где-то косячное, я все доделал, и все. Рассказывай, что тут у тебя за сбор пчел? Да, это кто как думает, кто-то думает, будка какая-то, для собака, кто-то для кошки. Твое технологическое решение по защите генератора, правильно? это я так, по-быстренькому сколотил. Перебои вообще с электричеством здесь бывают? по зиме, да, здесь, видишь, здесь строят дублер МКАД, соответственно, где-то что-то там, обрывы какие-то происходят, где-то там линию бахнут, вот недавно даже газу, ну, что-то с газом было связано, у нас отключали даже газ. Так-то проблем нету, но я лучше, так сказать, перебью, чем не добью. Ну, конечно, тем более, тем более народ есть, по-любому нужно будет. Вот зимой, да, отключали, опять же, с электричеством, где-то там кабель рванула, и все, я полетел, покупаю генератор. В принципе, его хватает на весь дом, если не включать чайники, плитки, ну, чайник, сколько километров, полтора, если все включат, то и генератор взорвется. Короче, по очереди, но тем не менее, все будут с горячим чаем. Ну, холодильники, отопление, освещение, все есть, телевизоры можно включать, то есть он выдерживает. Слушай, ну, а это что тут у тебя? Хламишка. Хламишка мы любим, да, на заднем дворе, там, где его особо никто не видит, но он должен быть. Это Хламишка даже не моя, это арендатор. Да, пусть стоит. Короче, смотрите, друзья, таким образом мы выходим в другой конец, и здесь, назовем его так, техническая зона. Значит, по левой стороне вы видите, это канализация, водоотвод, сейчас крыша, да, вот так вот уходит, и, собственно, наверное, на общую дорогу, да? Не, ну, в каналу. А, в каналу, да, все как положено, вы уходит. Сзади дома вот такая картина. Я ничего здесь не косил, не убирал. То есть, все как было, условно, как ты купил. пусть люди смотрят, как есть, так есть. Слушай, ну, я тебе так скажу, что на самом деле, мне кажется, этот сюжет интересен даже с точки зрения того, что, ну, вот, купил дом, и тут же у тебя с жильцами сдается, особенно, если бы ты здесь еще, да, если бы ты здесь еще не жил, то есть, две комнаты бы еще бы мог сдавать, то он типа фактор, мало того, что он тебе бы окупал бы всю твою ипотеку, так уже какую-то, пусть небольшую, но копеечку приносил, или же можно было бы нанять на рубли 40 выходило, ну, либо человека нанять, который как раз бы частоту, порядок, поддерживал. для меня здесь, ну, ему делали скидку 50%, вот он снимал там за 10 тысяч, и он все убирал, ну, как бы, я не считаю, там, за 10 тысяч, я бы не заморачивался, экстричка газона, с ней, уборкой снега, мы когда будем отсюда, допустим, опять же, рассуждая, какие-то планы, то есть мысли какие-то есть, если мы будем уезжать отсюда, то мы отдадим студию одну полностью, ну, за бесплатно, и человек будет смотреть, и все. Ну, правильно, правильно, мне кажется, это неплохо. И он будет красиво, и нам красиво. Опять же, еще, ну, не хвастаясь, я говорю, плюс, то, что, мы здесь живем, и нам даже особо в Москву-то не надо ехать, вот, здесь город видно, то есть мы здесь прописались, поликлиники там, все там, все рядышком, пять минут я здесь, если мне что-то надо там в Москве, я там сел, поехал. Опять же, живу я в своем доме, один город у меня там полтора километра, Москва там восемь километров. Давай в завершение поделишься с людьми советом. Вот кто-то сейчас посмотрит и скажет, блин, вот такая мысль забредет в голову, это что ж, можно продать квартиру свою, там, миллионов за 12-15, мы говорим про москвича там, и так далее, купить подобный домик и начать его сдавать в аренду. Ты бы вообще в целом, вот искренне, рекомендовал бы такую затею, или лучше не надо, потому что есть подводные камни, которые ты уже увидел, и они там плохие, вот в целом. Ну, я бы рекомендовал бы людям. Ну, ты даже сам почитай, даже 15 миллионов, ну, у тебя там сколько, двушку ты можешь взять? Ну, сейчас, да, с текущими ценами, в лучшем случае, какую-нибудь трешку, если в старом доме. Ну, даже старый дом, по чем ты его будешь сдавать? Ну, тысяч 50, да, в лучшем случае. А у тебя даже не за 15, а за 12 ты взял дом, и ты можешь делать 150к. При желании, да, если опять же начать, как бы, не так, как ты там, подарок, места раздавать, а все, короче, штуку тут, за интернет выплатить, ну, короче, грубо говоря, там 20 тысяч, и все включено тогда, но с каждой комнаты. Ну, по-хорошему, да, 160к ты можешь здесь делать, и не заморачивайся. А от себя напомню, что покупка абсолютно любой недвижимости, квартира, апартаменты, загородный дом, это подход серьезный. И именно поэтому, вам в помощь всегда потребуется хороший профессионал, если вы переживаете за качество сделки, за документы, и за все, что с этим связано. Если вдруг вы хотите купить, или продать квартиру, и все, что связано с недвижимостью в Москве, и Московской области, обращайтесь, контакты вы видите на экране, я выделю вам реально крутого специалиста, который все вопросы щелкает как орешки. Окажем услугу от и до, по договору, все как положено, поэтому обращайтесь смело, сделаем. А вот так вот раз, и воскресный выпуск наш подошел к концу. Значит, хочу проинформировать, в прошлое воскресенье не было выпуска, по причине того, что я улетал на 8 дней в командировку, снимал сюжет в одной из азиатских стран, который ну просто космический, я уверен, что он вам понравится, там контрасты словами не передать, нужно будет смотреть, постараюсь его смонтировать к следующему воскресенью. Также уже отснят еще один хороший воскресный выпуск про новостроечки в Москве, там тоже интересная, очень таки спорная история, посмотрите, не пропустите, все это будет в дальнейшем на канале, поэтому подписывайтесь обязательно на канал, если вы этого еще не сделали, пишите ваши комментарии, делайте репосты, ставьте лайки, ставьте дизлайки, в телеграме канала всегда выходят свежие анонсы, новости, что, где, как, все, что связано с каналом. У меня на этом все, как говорится, не добавить, не убавить, в этом сюжете мы развернули всю картину, весь смысл вам понятен, поэтому вас я приглашаю в комментарии, теперь я буду читать ваше мнение, до новых встреч, всем пока, пока. Субтитры сделал DimaTorzok